Они говорят, вот они и сбежали, арабы сами, ну вот в самом начале конфликта, бросили землю, сбежали, а мы-то вырезали всего там пару деревень или даже одну. Вот это официальная точка зрения государства Израиля. А что они сбежали, мы-то вырезали всего ничего. И там, значит, какой-то представитель еврейского сообщества Москвы говорит, ну неужели вы можете подумать, что Израиль бы бомбил больницы, если бы там не было Хамаса? Да, конечно, можем подумать. А как еще? Израиль, тут проблема в чем с сионистами? То, что они же с молоком матери впитывают вот эту заразу, что они выше других людей. Они пойдут на любое зверство, на любую жестокость, потому что они это уже не раз демонстрировали. И сионизм недаром был приравнен к форме расизма наряду с нацизмом и фашизмом. Недаром. Но мы никогда не должны забывать, что есть коммунистическая партия Израиля. И там состоят евреи в том числе. И вот я клянусь, для меня это вообще не божители. Это Че Гевара и Фидель Кастро отдыхают по сравнению с этими людьми. Понимаете? То есть они всю жизнь живут среди своих евреев по таким прессам. Надо быть объективным и не говорить, что началось, как Соловьев, всю седьмую. Не началось седьмую. Это вранье. Началось все 3 января. Александр Иванович, может быть перейдем к теме Ближнего Востока. Как вы видите эту ситуацию? Перейдем к теме. Я вот, знаете, сегодня не поленился. У меня было полчаса. Решил посмотреть. Много говорят об этом в Ближнем Востоке. Что там будет. Предатели арабы, все такое. Катар, Иордания. Все предатели, все там иуды. Я решил посмотреть. Собственно говоря, вот вчера очень кричал Соловьев. Он кричал там. Мы осуждаем Хамас. Это такой убийца. Это такой термин. Он в последнее время почему-то ведет себя как буйно помешанный. Очевидно, он считает, что это очень эмоционально и вызывает симпатии к нему. По-моему, кроме впечатления, что человек идиот, уже ничего не вызывает. Ну ладно, это его личные проблемы. И я решил посмотреть. Но я просто давно не интересовался этими сионистами. Меня всегда от них воротило. Но в студенческие годы я там кое-что читал. И тогда у меня сложилось полное убеждение, что каждый раз, когда вот эти погромы евреев, когда арабы-палестинцы нападали на евреев, каждый раз предшествовала какая-то провокация. И я вот тогда еще подумал. Думаю, ну это же как интересно. Но провокация отсекается и излагается только само. Вот это нехорошее действие. Безусловно, нехорошее. Мы осуждаем это все. И я думал, ну как интересно это делается. И тогда у меня возникла мысль. А может быть это делается, потому что какой-то народ контролирует СМИ, в том числе историю, монографии. Но я отогнал себе эту мысль, потому что все люди братья. Ну короче, стал я смотреть. И выясняется, что оказывается, вот они напали 7 октября. Но они же сказали, что это ответ на израильскую провокацию. Они не сказали, что мы напали, потому что мы хотим, чтобы нам отдали нашу землю, как обещали в 48-м году. Или как обещали в 67-м году. Нет. Они напали, сказали, что вот это мы мстим за вот эту... И я стал смотреть. Я не нашел. И единственное, где я вот, ну тоже очевидно не все, установил какие-то факты, это была Википедия. Википедия. Потому что вот так в русском сегменте интернета я не нашел вот этого всего. Ну ладно. И значит, вот собственно события начались сразу с нового года. 3 января. Значит там есть... 23-го года. Да, 23-го года. То есть была цепочка событий, приведшая к нападению Хамаза 7-го. При этом я Хамаз осуждаю, это мракобесы, реакционеры, от них один вред. Понятно, да, это все дураку понятно. Но просто надо быть объективным. И не говорить, что началось, как Соловьев, всю 7-го. Не началось 7-го. Это вранье. Началось все 3-го января. Ну это еще не было начало, это прелюдия такая была. 3-го января министр национальной безопасности Израиля, такой Бен Гвира, посетил, вопреки правилам, храмовую гору, что вызвало протесты палестинцев и протесты со стороны ряда арабских государств. Значит. Ну протесты и протесты, забыли и все. Значит. Это не послужило причиной нападения. Нет. Но 26-го января израильская армия и пограничная полиция совершила рейд на лагерь палестинских беженцев на западном берегу реки Ордан. На лагере называется Дженин. Там, значит, якобы надо было арестовать трех палестинцев, боевиков из исламского джихада. В результате, значит, было семеро человек убито, один всего арестован. Значит, среди убитых было несколько мирных жителей, 19 мирных жителей было ранено, разрушено несколько зданий и так далее. На следующий день, значит, на следующий день палестинец в Восточном Иерусалиме открыл стрельбу, убил нескольких израильтян и сам был убит. На следующий день 13-летний палестинский мальчик напал на двух израильтян и был ими убит. Ну, это вообще интересная сама постановка вопроса. 13-летний мальчик нападает на двух взрослых израильтян и сам ими убит. Значит, дальше какие-то вещи были, тоже связанные с взаимными убийствами, но в Википедии о них не было. Дальше сразу с января перескакиваем на июнь. 19-го опять рейд на этот джинин. Арестованы там два палестинца, семеро убитых, в том числе два ребенка, девочка одна из них, а 90 человек ранено. Ну, ранено и восемь израильских тяжелых. Насколько всего там убито, непонятно, потому что 22 были тяжело ранены. Из них, конечно, кто-то умер, но тогда было первое число убитых, было семеро убитых, в том числе два ребенка. Дальше. Снайпер убивает палестинского журналиста во время этого рейда. Значит, обстреливают машины скорой помощи палестинские. Значит, ну и дальше больше, значит, 20-го июня налет двух палестинских боевиков, убито 4 израильтянина. Ну, все это в отмеску, да, около израильского поселения или оба убиты. То есть, это ответ на вот это нападение израильтян. Дальше. Сотни израильтян в масках, вооруженные до зубов, на следующий день нападают на палестинскую деревню. Там сжигают дома, машины, несколько убитых, раненых много и так далее. На следующий день, опять же, очевидно, те же самые израильтяне, при полном бездействии полиции и армии, нападают на другую деревню, сжигают 10 домов, машины, два магазина, автозаправочную станцию, склад с пшеницей, взрывают столбы электропередач тоже там и так далее. А, до этих событий, в апреле, значит, была расстреляна машина с тремя израильскими женщинами, в ответ на что было в мае совершено два рейда на Наблуз, в западном берегу, где было убито каждый раз трех палестинцев и много раненых. После этого, я, друзья, что-то немножко хронологически тут запутался. Ничего, мы на июне закончили. Да, еще до этого, еще до этого, до всех этих событий, самые главные провокации, вот на что, собственно, официально они сказали, что мы нападаем. Это 22 марта, когда пошли слухи, что, вопреки правилам, израильтяне собираются на храмовой горе привезти жертвоприношение там козла. Ну, хорошо, хоть козла, неправославного мальчика, но мусульманам это не понравилось, они решили на всякий случай остаться в этой своей мечети, и там, значит, их оттуда, значит, ну, по правилам они не имели права. Но причина была вот эти слухи, которые оказались совершенно справедливыми, как через несколько дней буквально выяснилось. Но об этом никто не говорит. Значит, их выдворили там самым жестоким образом, ну, и это, естественно, им не очень понравилось, да? То есть, израильтянам не дали совершить это жертвоприношение? Да. Нет, да, ну, потому что арабы там остались, потом вошла полиция, драка, причем разные страны очень осудили вот само, как это происходило, выдворение их. А 3 апреля уже был как раз задержан один из израильтян, который собирался вот это ритуальное жертвоприношение совершить. Он, причем, оказался служащим администрации Храмовой горы, да. Ну, и у них там свой праздник, Песах там, я так понимаю, что это. И вот этот самый министр национальной безопасности Бенгвир призвал, что евреи, значит, должны посещать Храмовую гору, значит, ну, и это тоже расценили как провокацию. Причем этот Бенгвир, он не из партии этого Бени Натаньяхина, а он из своей партии крайних радикальных вот этих религиозных фундаменталистов. Она называется Отсма-Егудим, да, Отсма, что означает еврейская ядрическая сила. Странное название, но неважно. Вот это страшная такая реакционная партия, и вот этот Бенгвир, он постоянно выступает с бесконечными провокационными заявлениями. Значит, после ареста этого служащего, который собирался совершить, то есть тут уже не слухи, тут они сами убедились, что это... А в ночь на 4 апреля палестинцы там закрылись, забаррикадировались, потому что они считали, что это все произойдет. То есть у них были на это полные основания, получается. Тут уже начался настоящий штурм с ранеными, 50 человек, 400 арестованных. Значит, на следующий день снова такая же история. То есть они всячески пытались предотвратить вот это ритуальное жертвование. Можно сказать, конечно, что это все глупости, мракобесия, что это религия, опиум для народа и так далее. Но они этим живут. Да, они этим живут, это их жизнь, причем и тех, и других. Если бы это было только со стороны палестинцев. Кстати, вот у нас одно время выступал такой Эскин. Замечательный человек, улыбчивый, добрый, такой светлый, абсолютно очень эрудированный и так далее. Слушайте, его даже там, по-моему, посадили за то, что он подготовил заброску свиными тушами вот этого храма. Ну, вот вроде нормальный человек, да, все, родился, вырос в Советском Союзе, пионером был, комсомольцем, не знаю, был ли он членом партии. Ну, это что? Ну, зачем тебе это? Ну, живи там что-то, купайся там, лежа на воде, читай газету. Ну, значит, да, ну, зачем тебе это? Переформатировали. Да, и вот про это никто почему-то не говорил. Да, 50 человек раненых, 400 человек арестов. Они же ничего не хотели захватить, они просто хотели предотвратить вот эти, может быть, они козлов любят и так далее, я не знаю. После чего, да, после чего, в ответ на уже вот этот третий разгон прилетели ракеты из Ливана. Прилетели ракеты из Ливана, и потом, как я сказал, на следующий день три женщины расстреляны из Калашникова. Потом, значит, два налета в мае на Набулс, ну, и потом в июне начинаются налеты на палестинцев в ответ на это, разгромленные эти деревни и так далее. Слушайте, ну, вот эта история начинается в январе, начинается с этого провокатора Бенгвира, религиозного маньяка. Националиста. Да, националиста, фундаменталиста, игиловца. Ну, слушайте, ну, это не Хамас это начал все. Это начали эти люди. Ну, почему вот нас дурачат? Почему? Где же, какая же эта журналистика? Когда нам одно говорят, что это началось, не началось это 7 октября, это началось 3 января. И потом по нарастающей привело в марте, в апреле, в марте вот такому конфликту уже. Именно в главной, так сказать, их религиозной святыне. Вот каждый раз вот одна и та же история. Я, честно говоря, вот времени мало было, но я не думаю, что англоязычная Википедия лжет. Наоборот, она же американская, она, наоборот, в пользу Израиля. Но это к доктору не ходи. Она, наоборот, в пользу Израиля всю информацию там подает. Возможно, там где-то какие-то раненые умерли потом. Потому что, я говорю, много тяжелых было во время этих нападений. Но эти бесконечные рейды на этот Джанин, на этот Наблуз, на другие какие-то, на Турмуз Айя, на Аль-Любан-Аш-Шар-Ти, как верблюда. И, значит, это же что? И причем солдаты же не церемонятся, полиция не церемонится. Детей убивали. То есть, человек говорит, вот они убили детей. А те дети, которых убили до этого времени, ну да, их гораздо меньше, но какая разница? Если вообще мы говорим о том, что детей нельзя убивать. И вот именно вот это меня, что, ну как бы не то, что бесит, но удивляет, скажем так, да, что почему, вот это же все просто. Вот у меня было 20 минут. Я за 20 минут все это нашел в Википедии на английском. Почему наши журналисты, которые вроде бы, ну сейчас считается, что российская точка зрения, она пропалестинская. Да ничего не пропалестинская. Они все отсчитывают от 7 октября. Или от 48 года. Ну, это же ничего не говорит. Или говорят, слушайте, ну это мы запутаемся. Это, значит, у них были свои счеты, там, то, сет. Этот сказал, это напало, этот потом на это, это. Тут нельзя в это уходить. Почему нельзя, если, вот видно, что когда это все началось. В январе, значит, подожгли, в марте-апреле загорелось. А в октябре взорвалось. А до этого было все более-менее спокойно? Ну, были там, ну, гораздо. Но не в таких количествах. Было более-менее спокойно. Да, там были до этого восстания палестинские. Но до этого было более-менее спокойно. И эти выборы привели к победе вот этих радикалов. Они набрали много голосов. Правящая партия консервативная Ликут, которую наш президент очень уважает. Биби, этот его друг. Кстати, по-моему, это единственный друг нашего президента, который более-менее искренний. Ну, он не может, конечно, там менять полностью ситуацию в пользу России. Но он, по крайней мере, делал все возможное, чтобы не гадить России. Ну, то есть, не знаю почему, но этот Биби производит впечатление, в общем, человека, который верит в то, что Путин – это консерватор, идей на близкий и так далее. Но он зависим от этих реакционеров, которые на последних выборах собрали большой процент голосов. И уже много раз говорили, да, что вот эти все события, они сопровождались, они сопровождались огромными протестами в Израиле. Вот остальная часть израильского общества, скажем так, демократическая, выступала против этой власти, против новых законов, которые Биби хотел там ввести и так далее. Эти люди, которые протестовали, они были очень активны, и они много месяцев не переставали протестовать. То есть, они протестовали очень долго. И в результате есть версия, что это все было спровоцировано самими израильтянами, ну, правительством Израиля, Биби, вот этими реакционерами, чтобы прекратить эти... Потому что, ну, действительно, вполне резонно можно было предположить, что эти против... Полмиллиона человек выходило на улицу. Полмиллиона! Израиль же – это маленькая страна. Совершенно крошечная страна. Ну, и говорят, что у Натаньяха достаточно шаткое положение у него. Да, было очень шаткое. Они не переставали эти протесты. То есть, они... То есть, если во Франции были мощные протесты, но они заткнулись, в конце концов. Эти не затыкались. Надо отдать им должное. И тут, конечно, когда мы смотрим, то видно, что вот одни сейчас объединившиеся сионисты, они сейчас перед этой угрозой Хамаса, как обычно у них всегда так и происходило. На это и был расчет. Если это было сделано специально, я не уверен. Я почему думаю, моя версия первоначальная была, что это все сделано было специально, потому что я вот более-менее знаю историю спецслужб этого региона. У израильтян было масса агентов среди палестинцев. Не просто много, масса. Арабы, они вообще легко вербуемые. Это самые легко вербуемые люди на свете. Даже вот какого-нибудь пигмея африканского труднее заверовать, потому что языка его никто не знает, и с ним трудно объяснить. А с этими как бы там. И поэтому я просто поверить не мог, что они могли втайне сохранить такое массированное наступление. И плюс вот этот фестиваль, как нарочно. И так далее. Ну, просто любой, кто там работал, из наших оперативников, он скажет, что это невероятная история. Ну, понимаете, но с другой стороны, все, что может, все, что угодно может быть в жизни. Все, что угодно. И, возможно, это так и было, что, возможно, это они действительно как-то сумели провести операцию по дезинформации, отвлечь внимание на Абаса, его, так сказать, сектор, и отвлечь внимание на Ливан. И тех сами сконцентрировались и ударили. То есть, они, например, они могли вычислить агентов израильских, через них передавать дезинформацию, вычислить технические средства связи, которые израильтяне контролировали, через них передавать дезинформацию. То есть, теоретически это возможно, теоретически, но в реальной жизни. А смысл какой, если они и так вот сейчас близки к поражению? Кто? Хамас. Я имею в виду Палестинский. Их интерес в чем? Привлечь внимание к этой проблеме? Привлечь внимание к этой проблеме? Потому что ведь проблема-то не решается. Вот был этот Клинтон. Он, очевидно, из ненависти к Монике Левинской много сделал. И уже казалось, вот вопрос решится. Потом прибывшим младшим казалось, что что-то решится. Но, в конце концов, Израиль все торпедирует. И проблема именно в Израиле. Что они не хотят решить. У них миллион аргументов. У них чего только нет. И вот сейчас я... Значит, у меня всегда телевизор работает, чтобы не было так одиноко. И Норкина идет программа. И там, значит, какой-то представитель еврейского сообщества Москвы говорит. Ну, неужели вы можете подумать, что Израиль бы бомбил больницы, если бы там не было Хамас? Да, конечно, можем подумать. А как еще? Израиль... Тут проблема в чем с сионистами? То, что они же с молоком матери впитывают вот эту заразу, что они выше других людей. Что остальные люди, это как они их называют? Гои. Да, они там геи. Не знаю как, я не разбираюсь. Да, они все геи. А мы гои. Значит, и поэтому мы люди второго сорта. И поэтому можно убивать. Да, 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 да. И поэтому вот как раз это меня не удивляет абсолютно. Они пойдут на любое зверство, на любую жестокость, потому что они это уже не раз демонстрировали. Они вырежут там всю Сабру и Шатилу руками каких-нибудь наемников своих, ливанских и так далее. Им наплевать. Потому что мы все для них гои, а они геи. И я думаю, значит, я думаю, что, конечно, ответ только один. Да, можем себе представить. Можем. Потому что вот они говорят, вот они сбежали, арабы сами, ну вот в самом начале конфликта. Бросили землю, сбежали. А мы-то вырезали всего там пару деревень или даже одну. Вот это официальная точка зрения государства Израиля. Что, а что они сбежали? Мы-то вырезали всего ничего. Вырезали ни за что, ни про что. И женщин, и детей всех. И считают это нормальным. Нет, они считают ненормальным, что арабы испугались. Ну, слушайте, ну да, конечно, русские бы не сбежали. Но арабы, они такие люди. Они очень впечатлительные, значит, эмоциональные. Да, если бы вы просто убили там каких-то боевиков, а не трогали жителей, они бы не сбежали. А поэтому сарафанное радио разрезло всегда вот эти слухи. Я сам знаю по своей семье. Как мне дедушка рассказывал о резне в Турции. Ну, преувеличено было раз в 20. Ну, не то, что там не было, но была. Но то, что он рассказывал, это было нереально. То есть, люди, которые сами жертвы вот этого, они склонны это все преувеличивать. Вот мой дедушка, ему было уже лет 10, он это все видел, да. И он это все вот очень сильно преувеличивал. Да, у него так это запало, а так ему говорили другие. Ну, мы-то знаем вот сейчас реальные цифры, реальные там места, где турки вырезали. Это было гораздо меньше. Да, это был геноцид, но не так, как они восприняли это. И тоже так же арабы восприняли. Да, и они сбежали от ужаса. Да, и сейчас Израиль говорит, ну, подумаешь там, чего-то они сбежали, да. Подумаешь, вырезали там пару деревень. Но что интересно, и они теперь говорят, мы им, а так как они сбежали, все, земля наша. Но не все, оказывается, сбежали. Часть осталась на территории Израиля. И по закону им должны вернуть, и им не возвращают. То есть, они нарушают свой собственный закон. То есть, это фашистское государство, которое даже собственные законы не соблюдает. И сионизм недаром был приравнен к форме расизма наряду с нацизмом и фашизмом. Недаром. Но мы никогда не должны забывать, что есть коммунистическая партия Израиля. И там состоят евреи в том числе. И вот я клянусь, для меня это вообще не божители. Это Че Гевара и Фидель Кастро отдыхают по сравнению с этими людьми. Понимаете? То есть, они всю жизнь живут среди своих и вы по таким прессам. Носят эти значки серпом и молотом. Да. Их руководители в 67 году во время войны зарезали. Ну, слава богу, не насмерть его потом в Москве вытащили. Мейера Вильнера. Да. То есть, там есть такие люди. Они состоят в одной партии с палестинцами. И арабы, и евреи. То есть, не все такие сионисты и мерзавцы. Есть вот эти просто феноменальные люди. Для меня загадка, откуда берутся такие люди. Вот просто для меня загадка, откуда берутся такие. Вообще, без таких людей человечество было бы просто скотами. Но наличие вот таких людей, как члены, как евреи, члены Коммунистической партии Израиля, как Че Гевара, как Фидель Кастро, как Сталин, Яшко Цыган, Грамши, там не знаю, другие. Это возвращает веру в человечество, возвращает веру в Бога, возвращает веру в прогресс. То, что мы вернемся на тот путь, который пресекся в 91-93 году. И опять начнем развиваться. Наличие вот таких людей. Это как вот грешников сжег город, да, и там праведников. Вот это такие же праведники. Да, они круче. Они круче гораздо. Потому что они, в отличие от этих праведников, которых Бог спас, они занимают активную позицию. Они борются с сионизмом. Вот представьте, вот всю жизнь, да, вот жить в таком окружении, подвергаться бесконечным унижениям. Огрожением, агрессии, издевательством. Но есть такие люди. Вот это, конечно, чудо. Вот это реально позволяет, и я вот всегда удивлялся наличию атеистов, которые, вот, потому что, ну, наличие таких людей, это не может не быть ни чудом. Но это чудо есть на земле. И они сейчас борются против этой агрессии, против газа. Они занимают совершенно правильную позицию. Выпускают заявления. Знаете, до чего дошло? Что, вот, некоторые левые активисты, они мне не верят, что есть коммунистическая партия издревле. Они даже не могут поверить, что есть такие люди. Вот в том море дерьма, в котором мы живем, вот, 23 года, да, они даже не могут поверить, что бывают вот такие святые люди. Они есть, у них есть депутаты в Книжсите. Причем они всегда были депутаты. Они всегда выступали против этих нападений, рейдов, агрессивных войск. Они всегда подвергались чудовищным обвинениям и так далее. Но они есть, они борются, они продолжают бороться. И будут. И пока есть такие люди, будет надежда на то, что человечество вернется на путь прогресса, развития цивилизации, которую оно покинуло в 91-93 году после окончательного краха в 93-м году Советского Союза и Красного проекта. Потому что другой проект, это вот мы видим, это бойня, это уже сколько там, уже 5000 детей убито. 5000 детей, да, на глазах всего человека, и никто не может ничего сделать. Эти государства, арабские предатели, ну понятно, а почему они не должны быть предателями? Во главе их стоят такие же олигархи, как у нас. Феодалы местные, там, шейхи, ханы, хамы, мэры, перы и так далее, да. И они, у них. Им все хорошо. Им все хорошо, у них есть золотые унитазы, значит. Сказали не лезь и не лезут. Да, у них бизнес налаженный. Вы посмотрите, продолжают, ведь все время, какие хитрые те излетяне. Одно время, я помню, такая мулька была, что они нашли там большие запасы нефти, они сами ее добывают. А теперь выясняется, что они получают нефть откуда-то, покупают. И уж не откатали я, часом, да. Но они даже не собираются их шантажировать этим. Они их даже не шантажируют. Они не говорят, что мы уменьшим вам и так далее. Нет, как продавали, так и продают. То есть, вот эта позиция вот этих арабских государств, вот этих, она весьма показательна. Но не все были. Вот когда был Советский Союз, были арабские государства социалистической ориентации. Вот эти боролись. Вот этих нельзя было купить. Нельзя было купить, значит, лидеров Ливии, Сирии, Ирака, которые говорили о социализме и которые боролись против этого. Ну, сейчас, конечно, таких в чистом виде нету. Тех, кто был за социализм. Понятно, потому что был Советский Союз, а у них был социалистический выбор. Сейчас Китай, он не берет на себя. Посмотрите, насколько военный бюджет Китая меньше военного бюджета США. Но этим все сказано. Китай правильно говорит. Нам надо сначала их догнать и обогнать. Догоним, обгоним, возьмем за горло и будем душить. Вырвем Кады. Засунем его, этот Кады, куда-нибудь в другое место. И сейчас мы это сделать не можем. Но очень, очень, очень хотим. Поэтому мы так развиваемся. Поэтому мы так усиливаемся. И дай Бог им в этом удачи. И, конечно, мне, честно говоря, стыдно. Мне стыдно, что не наша страна, как это было еще 30 лет назад, идет во главе этого прогресса с красным знаменем свободы. Мне стыдно, конечно, что Китай, Вьетнам, Северная Корея, Куба и другие страны. Они развиваются, они борются, они держат линию обороны. А наша страна, она попала сюда случайно. Она попала случайно. Поэтому, когда смотришь на нашего президента, который открывает памятник в Москве Фиделю Кастро, и стоящего рядом с ним кубинского президента, то видишь на лице кубинского президента гордость и благородство. И точно так же, когда в Владивостоке Ким Чен Ир машет своим маленьким кулачком и кричит «Долой империализм!», видишь на его лице гордость и благородство. А когда смотришь на рядом стоящего пассажира, то всегда вспоминаешь фильм «Бриллиантовая рука» и Витсена, которого держат с одной стороны Маргунов, с другой стороны Никулин, и который вот так «Ха-ха-ха-ха-ха». Ну, это позор. Швондер отдыхает. И, конечно, это не вечер. Я уверен, что все зависит от нас. Россия не раз падала, и смута была у нас не раз, и регресс у нас был не раз, но всегда русский народ находил силы, подымался. Сейчас ситуация какая? Сейчас ситуация, конечно, гораздо тяжелее. Почему? Потому что... Вот мы праздновали этот День независимости, да? А там что было? Там, ну да, предательство элиты, страшное предательство, нападение врагов, захват Москвы, Кремля, все это да. Но поляки, они никак не ломали внутренний стержень, внутренний дух русского народа. Они не проводили массового внедрения униатства или католицизма. Церковь сохранялась, и она была опорой возрождения... Да, Минин и Пожарский, конечно, большой им респект, уважуха. И этот памятник им правильно поставили, где они в бане замокли. В греческих одеждах? Нет, это, наверное, в бане, а не в простынях. Да, и это все хорошо, действительно, выдающиеся люди. Особенно Пожарские. И, учитывая его пристрастия всякие нехорошие, это действительно человек просто меня поражает. Это действительно герой вот на все времена. И... Другая ситуация была сейчас. Потому что 30 лет нашему народу ломают хребтину. 30 лет всеми силами уничтожается вера православная. Вот этот мем проклятый, который я ненавижу, подайте батюшки на Мерседес, да, он 30 лет... Он же не... У нас нет атеистов. Ну, в смысле, атеистов навалом. Количество их выросло за последние три года в два раза. В два раза. А где атеистическое общество? Где атеистическое... Кто вот у нас атеист? Был один Небзоров, дурачок, и тот в Израиль уехал, да? А сейчас кто? Был Гинзбург, он умер. Нобелевский руль, да? Нету атеистов, а атеист растет. Ну, как это может быть? А это значит, старается сама мать церковь. Это значит, патриарх и Присный, они заменили Емельяна Ярославского. И хотя у них фамилия не Губельман, как у Ярославского, а Гундяев, ну, разница небольшая. Дело, они делают то же самое, что делал Губельман. Да, и, то есть, увеличивают роды атеистов. Вот это очень плохо. Вот это... У нас во взводе сержант был по фамилии Харалей. Зверь был мужик. Ну, спился. А че так? До того. Нет сейчас жизни русскому человеку. Сколько еще Давиционы будут ездить на наших Орлеях? Россия, проснись. То есть, мы не можем опереться на мать церковь в этом противостоянии с мировым злом. Я не хочу вот эти, повторять эти, сатанизм. Знаете, стыдно, живя в Москве, говорить о сатанизме. Зайдите в интернет, посмотрите, суки, сколько в Москве гей-клубов, сколько здесь гей-всяких тусовок, лесбинских и прочих, и прочих. Ну, что это? Вот я не понимаю, вот этих Михеевых всех, да, вот этих. У них что, грамма совести не осталось? Вот грамма совести нет. Посмотрите в интернете. Время работы, где находится, все это выложено в интернете. Огромное количество их в Москве. Я не знаю, кто-то сравнивал количество их на душу. Я не удивлюсь, если их на душу населения, как и полицаев, больше всего в мире. Я не удивлюсь этому, потому что, по крайней мере, как пишут, самый большой гей-клуб в Европе находится именно в Москве. Я не хочу вот это повторять по поводу этого, потому что это просто омерзительно, лицемерно. А Бог, лицемерие, ну, лицемерие, это, конечно, не смертный грех. Да, но мне кажется, по счету Бога, оно тоже не понутру. Поэтому, когда мы говорим об этом, мы должны понимать, что вот волей обстоятельств, волей сложившихся геополитических обстоятельств, Россия вынуждена, пусть в виде этого, как его, Витсона, замечательного, гениального актера, который гораздо сильнее, как актер обоих стоящих по краям. Значит, мы вынуждены тоже бороться против этого мирового империализма, гегемонизма, неоколониализма. Правильно определяют наших врагов вот эти родственники Пушкина, которые приезжают из Африки и тоже произносят замечательные речи. Да, мы в этом строю оказались и более того, в силу каких-то, допустим, субъективных обстоятельств, именно мы оказались в этом строю на острие главного удара. Да, ну, к сожалению, к сожалению, да, оказались мы не совсем готовы к этому удару, да, но тем не менее, вот мы там стоим, да. И теперь, когда говорят нам, коней на переправе не меняют, ну, Лебедь правильно сказал, коней-то не меняют, а слов необходимо. И, безусловно, мы ничего не выиграем, мы не сохраним ни нашей веры православной, ни государственности, ничего, если мы не будем сами активно менять вот этих самых ослов. Потому что сейчас выборы, да, и что, еще нам сколько там, еще сколько там, до 2014 года все вот это дерьмо, а что останется? У нас уже выросло поколение, не одно подростков, детей и прочих молодежей, подростков, как Брежнев говорил, да, которые вообще не поймешь что. У которых вообще ничего в головах нет, ни патриотизма, ничего, ничего. Потому что вся эта работа, которую ведет Мединский, военно-исторические общества, там, Нарышкин, она неэффективна абсолютно от слова ноль. От слова ноль. Хоть сто памятников каждый день открывайте. Все равно это ничего не даст. Когда дети видят реальную жизнь. Когда в реальной жизни ипотека и коллектор, а у вас там рассказы про дедушку Кутузова, наплевать. Жизнь, главное, фундамент, опора, а разговоры должны соответствовать жизни. А у нас 23 года разговоры жизни не соответствуют. Поэтому вот эти поколения молодежи растут вот такими, какими выросли, да. Поэтому у нас миллион парней сбежал из Москвы и сейчас сюда завозят, значит, замещают население. Мы должны, конечно, возрождать патриотизм. Но настоящий. Люди должны гордиться своей страной. А чем сейчас гордиться? Чем? Посмотрите, до чего дошло, что сам президент вынужден сказать. А вы почему в учебник не внесли про Крымский мост? Ну это что? Ну это вот, вот это показатель нашей жизни. И вот сейчас несли по Крымскому. Ну напишите, что в Китае 14 мостов больше и более сложных по конструкции. Там сноску сделайте, чтобы было уж совершенно право. С чем сравнивать? Да, и едет туда и говорит, вы знаете, что это я это место нашел. Несколько лет ходил, как Моисей, искал, где бы построить новый космодром. Вот здесь нашел. Здесь воруют хорошо. Вот как раз то самое место. Ну слушайте, ну это смешно. Брежнев не ходил и ничего не рассказывал. Брежнев не ходил и не говорил. Вот я тут плыл, меня бабахнуло, я утонул, меня матросы вытащили. И кирдык бы мне, если бы не вытащили. Да? Дело делалось. Дело делалось. Без дела любая болтовня мертва. Она работает по принципу бумеранга. Есть такое понятие в панетологии. Когда работает против себя самого. Любая болтовня. Нам надо сейчас не ставить вот эти уродские памятники. Врангелем, Красновым и другим людям, которые были врагами народа. Не открывать Ельцин центры. Ельцину, который был врагом народа. Он русскому народу причинил вред огромный. И ничего позитивного не сделал для русского народа. Солженицына, которого общество уже отторгло. Люди поняли, что это за человек. Давно поняли. У нас есть свои герои. У нас есть своя история. Это советские герои и советская история. Есть Фрунзе, есть Будённый, есть Гречка. И другие маршалы, адмиралы Красной и Советской Армии. Вот настоящие герои. Вот кому надо ставить памятники. Вот на чьем примере надо воспитывать народ. Но пока у власти Ротенберги, Ваксельберги, Абрамовичи, Дерипаски, Михельсоны, Фридманы, Зильбершухеры и Гешафмахеры, конечно, этого не будет. Потому что для них Будённый враг. Потому что для них Чапаев враг. А для них герой, человек, который отстаивал интересы, это барон Врангель, названный народом Чёрным Барон. И поэтому наше время войдёт в историю России, как в Чёрное время, одной масти с этим бароном. Александр Иванович, ваш лозунг. Да здравствует Коммунистическая партия Израиля. Вперёд в СССР. Спасибо. Теперь мы понимаем, что такое Коммунистическая партия Израиля. Спасибо вам. С нами был Александр Иванович Клопакет. До свидания, люди.